РУСНОВОСТИ ТОЧКА РУ ПОДЁЁМ Восемь часов, тридцать три минуты, пятница, восьмое апреля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Мария Андреева, ведущая программы, здравствуйте, Маша. Сергей Даренко, ведущий, здравствуйте. Третья транспортная, внешняя сторона проспекта Мира забита, пишет нам Дмитрий на смс. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. На Ярославке вялое движение от Королева. Вялое, дождливое и сонное, пишет Крачковский. Что случилось на внешнем МКАДе в сторону Новой Риги? Стоим уже в час. В сторону Новой Риги, внешний МКАД, час стоит, сообщает семьдесят четвертый. Проспект Андропова в центр совсем мертвый, пишет нам Фокс. А, четыреста восемьдесят шесть МР вместе со всеми стоит в пробке на Ленинском. Хотя на заднем сиденье вельможа сидит с важным видом. Пишет тринадцатый. Странно, практически все приличные водоемы... А, нет, это уже про рыбалку. Вот еще, над Рублевкой на внешнем МКАДе авария. Вот. Слушайте, почему вы стоите, понятно, да, теперь, почему вы стоите целый час уже в сторону... Сейчас, 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 где он писал? Целый час. Дело в том, что там над Рублевкой на внешнем МКАДе авария. Посередине стоит кран и грузит что-то с длинномера. Что-то там произошло такое большое, что там кран стоит, понятно? Внешний МКАД после Ленинградки – жесть. Что хоть было? Не было, а есть. Сейчас над Рублевкой стоит кран, и что-то там грузит куда-то, видимо, разглупила совсем какую-то машину. И, значит, вот хлам этот, который остался от битой машины, краном грузят на... и так далее. Из Ленинграда выехать не могу уже тридцать минут – жесть. Очень плохо от Одинцова к Кутузовскому. Совсем не по пятничному, пишет семьдесят девятый. Вы смотрели, да, вот это подвижение, пишите, мы будем читать, уж во всяком случае, Волоколамка мертвая, Севастопольский стоит, мертвая стоит в оба стороны, в оба стороны. А, это Волоколамка мертвая в обе стороны, все понятно. Спасибо. Пишите, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. И мы... я зачитаю прямо посреди вот всяких наших обсуждений. Вы видели календарь наших? О, да. Крис Пимпончик выложила. Самая популярная. Моя любимая блогерша Пимпончик. Я хотел бы ее в жизни посмотреть, какова она. На самом деле Пимпончик, нет? Ага. Она Кристина. Давайте пригласим ее. Она одна из... вот она под стать уже стала Навальному. То есть, как не зайдешь, там, значит, вот все время. Либо Кристина, либо Алексей. Прокремлевское движение наше придумало собственный способ борьбы против коррупции. Они выложили в своем блоге эротический календарь. Я бы не назвал его эротически. Какие чувства пробудила у вас эти девушки? Значит, девушки из движения наше, полуголые, да? Ну, потому что в нижнем белье полуголые можно назвать. Да, наверное. Правильный термин. Вот. Значит, они полуголые, и они протестуют против коррупции. И они... Вот, я вот связи не вижу, если честно, но... А сейчас мы попытаемся ее установить. Значит, вот, любовь против зла написано. То есть, они любовь и голые ляжки в нижнем белье прямо связывают. Вот. И они собираются, они собираются не давать и не брать. Никому никогда. И здесь, я думаю, некие есть тоже указания, такие сложные намеки, которые я не до конца понимаю. Вот. Не выйду замуж за коррупционера, они говорят. При этом... При этом, ну что, говорят... Останутся в девках себе. Не дам пилить из принципа. Вот. Притом пилить другим цветом, поэтому там не дам из принципа и так далее. Даю взяточнику по морде другим шрифтам и так далее. А заметили, что сама-то Кристина потопчик не снялась? Нет. Вот. А нет, потому что она... А по большому? Я другому отдана и буду век ему верна. Когда к ней пришел фотограф, я думаю, Кристина сказала, что я другому отдана. И все. Ну правильно, действительно, как Татьяна. Вот. Слушай, я посмотрел девок, короче. Девки, ну, чем они хороши? Они хороши молочно-восковой спелостью, некоторые из них. Пухляшки такие. Вызывают они ощущение жалости. А должны вызывать по идее ощущение, наверное, борьбы с коррупцией? Нет, они должны вызывать желание у мужчин, как мне представляется, раз они голые, ну, полуголые. И они должны, вызывая желание, в этот же момент, как бы через подсознание, через другой центр входа информации, должны каким-то образом прошивать в твоем сознании, рядом с эротическим центром, что коррупция это плохо, и девушка теперь не любит коррупционера. Вот в таком, такая связь должна быть. Ну, как-то она разорвана на каком-то моменте. Я вам хочу сказать, что девушки, в принципе, там, ну, так сказать, я сейчас, ну, реально, кто видел этот календарь? Давайте обсудим с кем-то, кто видел этот календарь. 7-8-8-107-0. Вы видели, да, этот календарь? 7-8-8-107-0. Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Слушайте. Нет. 7-8-8-107-0, если вы видели в блоге у Кристины, 7-8-8-107-0, наш телефон в студии. Позвоните, пожалуйста, если вы видели в блоге у Кристины этот календарь с фотографиями. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы видели календарь? Да, ну, ничего особенного. Чего там, даже тему не надо на эту, Сергей, мне кажется. Нет, подождите, подождите, не надо меня учить. Слушайте, ну, вы видели дело? Я не учу, я твое мнение говорю. Прошу вас, да, разумеется. Слушайте, ну, вы видели календарь? Цель календаря, цель календаря. Цель календаря красивее и лучше. Чего? Мои девушки значительно красивее и интереснее. Вы с юга. Вы с юга? Почему я с юга? Я русский. Вы русский, но вы с юга. Я в Москве живу, вы что? Вы бы сказали красивее, если бы вы были из Москвы. Ну, ничего страшного, я тоже могу вам сказать. Бочи, пунты, рапы, волосы, томана, сопромана. Что-то поняли? Нет, вы с юга, вы с юга. Хорошо, давайте про девушек. Значит, они намеревались, они намеревались таким образом вызвать отвращение к коррупции. Но что они вызывают у вас, когда вы посмотрели этот календарь? В общем-то, я бы хотел сказать, чтобы им пойти, лучше не на календарях фотографироваться, а заняться благими делами. Ну, например. В детские сады, в дом ребенка, в больницы пойти. Вот мальчикам наших пойти служить и защищать отечество. То есть, до того дела дошло бы, чтобы они могли пойти, например, как представители русской знати, прежде, например, медсестрами, да, какие-то? Конечно, конечно, хотя бы на определенный период, так не хватает этих кадров. Конечно, хотя бы на три месяца, конечно. А вот за это я вам очень благодарен, за подсказку. Если девушка хочет помочь, она могла бы поступить, будто она какая-то княжна высокого рода, она могла бы пойти медсестрой поработать где-то. Притом, если захочет к каким-то раненым бойцам пойти, у нас где-то есть раненые, конечно, есть раненые бойцы. У нас есть ветераны, например, ветераны войны вот эти, которые, спасибо деду за победу, они тоже там где-то, если они еще остались. Но в любом случае, какие-то же остались. Значит, вот она могла бы там медсестрой где-то, вместо вылечивания от коррупции, и вот она со шприцем стоит, деваха, показывать свои доблести, довольно заплывшие жирком, она могла бы скромненько, прикрыв волосики такой, знаете, шапочкой такой медицинской, пойти сделать укольчик в сморщенную попку ветерана. Конечно, она со шприцем здесь стоит. Она могла бы пойти сделать укольчик в сморщенную попку. Кстати, нетрудно. Даже я знаю, как это делать. Что вы делаете? Что вы говорите? Я не, я только, да, все, и куда надо, в какое место, я знаю, да. В общем, вот что я вам хочу сказать про этих девчонок. А кто еще видел, давайте. Я хочу вам сказать про этих девчонок. То, что они говорят, не дам, там, и много раз не дам, я должен сказать, что от них и не ждешь, что они дадут. Хочется им дать. Хочется одной по попе дать, другой дать денег, чтобы, так сказать, там, и так далее. Как-то, алло, здравствуйте. Они, да. Здравствуйте, Денис, мне. Денис, вы видели? Вот я видел, я вчера эту штуку. Да, оно как... Ощущение такое, что вот неловкости какой-то. Вот девочки маленькие, вот там, 18 лет, может, 18-19. Да. Вот правда, вот вы сказали, хочется дать по попке, вот наказать, вот разогнать. Да. И сказать, ну, что же вы лезете? А что касается коррупции, они, так сказать, если их разделить немножко. То получается, что это какой-то фарс уже. Ну, понимаете, коррупция, коррупция, первое значение слова «коррупция», оно связано со словом «коррозия». Ну, как мне представляется. Сейчас я сделаю изыскание в стиле Лысенко и Сталина в языкознании. Ну, ржа, ну, правильно. Вот понимаете, вот коррозия, коррупция, да, естественно, в степени связанные вещи, и когда смотришь на этих девочек, понимаешь, что они одно из свидетельств, одно из свидетельств, это ржа. Ну, правильно, как такая лакировка, такая красивая, нет? Ну, спасибо. Да, вам спасибо. Ладно. У них лица детские прям совсем. Лица детские, но... А вот попытаются они какой-то сексапильности добавить, сексуальности, но это... Ты знаешь, я как определяю их детскость? Даже лица есть вполне себе шалавские, ну, разные, есть совсем детские, совсем-совсем детские, совсем нежные. Ну, а есть как бы с намеком, что лицо-то у нас, в смысле, ну, что мы такие уже, знаем жизнь, некоторые лица. И я определяю, если мне позволено будет сказать это в коллективе, где присутствует женщина, я определяю их детскость по внутренней полости бедра. Я смотрю на внутреннюю полость бедра скорее, чем на лицо. По счастью, внутренняя полость бедра обнажена. И внутренняя полость бедра изобличает в них совсем маленьких девочек. И, собственно, кроме вполне себе молочно-восковой спелости внутренней полости бедра, в них ничего хорошего-то и нет. Ну, ладно, поехали дальше. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. За сколько, за сколько лет, за сколько? Завтра чего? А, это реклама Сергея рассказала. В Комсомольской правде сегодня, я предупреждаю всех людей, жалко, потому что правда... Чей жалко-то? На Москву надвигается погодная аномалия, которой не было 130 лет. Рекордно низкая, я смотрю, сейчас на лентах тоже появилось, рекордно низкое давление будет. Сегодня уже ниже нормы, а завтра вообще 9 апреля. А нас как это должно парить, объясните. Мы сложный организм. Вот вас лично не знаю, смотрите, давление может у многих повыситься, кто этим страдает. Посмотрите на меня. Я сложный организованный организм, не побоюсь тавтологии. Понимаете, да? Я сложная динамическая система. Кому как не мне это знать, я с вами работаю. Я сам себе организую собственное давление. Я изнутри делаю давление, понимаете? Но я сложно организован. Внутри я сам себе делаю давление. Мне нафиг не надо что-то высокое. Какая мне разница? Ну, к сожалению, очень многое. Вы думаете, это кого-то интересует? Я серьезно говорю. Потому что мы каждый себе делаем давление изнутри сами. Причем тут атмосферное. Не понимаю. Хорошо. Фемин, знаете Фемин? Ну, это украинское движение. Хохлушки. Хохлушка любит показывать себя. Хохлушка. И так же, как и наши. Я думаю, наши тоже хохлушки в результате. Хохлушка и немка. В Европе есть две нации, которые обязательно голые ходят. Это хохлушки и немки. Понимаете, да? Ну, француженки уже не катят. Вот если ты в Барселоне, например, посмотришь, там француженки тоже. Но они это делаются с какой-то скукой. А немка делает это демонически, ликуя изнутри. Так же, как и хохлушка. Понимаешь? Русская тоже как-то обнажается так. Мне кажется, против коррупции, кстати говоря, одних сисек мало. Надо что-то еще показать. Нет, хардкорн, мне кажется, надо показать какой-то. Совсем хард. Ну вот. А? Ну, потому что у нас... Крайние меры, что это все так запущено. Сиськи уже надоели. Вот смотри, Фемин провел фотосессию. Фемин, это украинская группа. Да, что тоже против коррупции? Нет, они провели фотосессию в поддержку живого журнала ЖЖ. Фемин LiveJournal.com. Посмотрите, они стоят у себя в Киеве, обнаженные, показывая обнаженную грудь. Ну, как обычно, ну, это ничего. На них ленты вот эти, значит, украинские. Ну, кажется, их уже по груди могут узнавать. О, Ленка или там Дашка. Да, ну, так вот, я вам могу сказать, что жизнь слишком коротка для софт-корна. Для софт... Это лозунг, который я где-то прочитал в интернете. Life is too short for soft porn. Жизнь слишком коротка для этого, софт-порна. Ну, мягкого, да, понятно. Поэтому надо сразу хард-корн начинать, пусть они покажут нам, что это за ерунда какая-то. Вот, и я должен сказать, что вообще, говоря, на ЖЖ продолжаются эти атаки, и президент Медведев выступил как активный пользователь. Очень интересно, и здесь есть нюанс, потому что Медведев тоже поддержал ЖЖ как активный пользователь, но это не перекинули в его кремлевскую, понимаете, да? То есть он здесь строго как частное лицо выступил. Да, никаких распоряжений нет. Обычно, обыкновенно, когда Медведев делает какие-то заявления в интернете, а их перекладывают после на Кремль-Норк, но в этот раз их не переложили. То есть Кремль-Норк сам по себе, Медведев сам по себе, и, видимо, я думаю, он дал это указание, потому что он в данном случае действовал как частное лицо, и просто именно как пользователь, как один из нас. Ну, так вот. Слушайте, еще города. Я хотел о городах поговорить. Мы войдем в десятку городов, лучших городов планеты, самых влиятельных, самых мощных городов планеты. Есть такой доклад. Не думайте, что это... Это опять западный доклад, конечно. Делает международный крупный риэлтор Найт Фрэнк. Найт Фрэнк – мощнейшая, серьезная организация английская. Вот. И они в Москве работают, они, в общем, работают по всему миру почти, я думаю. Значит, и Найт Фрэнк вместе с Сити-Прайват Банк проанализировали города мира. Они сказали, что сейчас Москва занимает 21 место по своему политическому весу, экономической активности, качеству жизни, знаниям проживающих людей и влиятельности. Сегодня Москва на 21 месте на планете. Но уже через несколько десятилетий Мумбаи, Москва и Сан-Паулу войдут в десятку. То есть мы будем усиливаться очень хорошо. Понимаете? Сейчас мы на планете по экономической активности на 16 месте, политический вес на 31, обратите внимание, что они нас в гробу видали по политическому весу, да? Качество жизни на 19. В 17-м знание и влиятельность населения 21 место. Так вот, мы войдем в десятку, остается только долго жить. Знаешь, когда? Я не могу понять, когда мы войдем в десятку. Однажды мы войдем в десятку, короче. Найт Фрэнк верит, что мы однажды войдем в десятку еще в этом третьем тысячелетии. Нет, через 10 лет. Ну да. Москва войдет в десятку. Ха-ха, первая тройка будет. А почему нет? Первая тройка будет. Нью-Йорк, Лондон, Шанхай. Через 10 лет. Первый. Главный город планеты по влиятельности по всему. Нью-Йорк. Даже не Вашингтон. Значит, на втором месте Лондон. И на третьем месте сегодня Париж по-прежнему. Значит, и все еще. А будет Шанхай вместо Парижа. Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Москва войдет в десятку. Круто? Вы готовы к этому? Я не вижу, на чем они основывались. Смотри, как интересно. Ты можешь, вопреки Черной Королеве, оставаясь на месте, просто никуда не двигаясь... Стать круче? Стать круче, понимаешь? Не бежать, чтобы остаться на месте, а просто оставаться... Москва, благодаря тому, что мир вокруг Москвы развивается, неумолимо возвышает стоимость нефти, ты можешь, оставаясь на месте, бежать. И Черная Королева посрамлена Москвою. Понятно? Сейчас, основываясь на этом рейтинге, к нам хлынут толпы людей из других государств. Конечно. Вот ничего не делаешь. Ездишь, так сказать, там по Москве. Вот поедешься в библиотеку, потом, не знаю, поедешься домой, еще куда-то. Ничего не делаешь. Вообще палец о палец не ударяешь. Но благодаря тому, что мир вокруг нас сам по себе развивается, мы, как блоха на собаке... Блоха на собаке... Сколько? Понятно. Блоха на собаке движется, притом быстро движется. Это произойдет естественным путем. Ничего не будет. Мы, как блоха на собаке, Москва на теле планеты, движемся в счастливое будущее все время все лучше и лучше. То есть от задницы придвигаясь к ее морде, например, собаке. Понимаете, да? Мы ничего для этого не делаем. И все хорошо. Вот счастье, понимаешь? Вот же русское счастье. 8.52. Вернемся через минуту. Русская служба новостей. Москва. 107.0.ФМ Подъем. Русская служба новостей. В движении. Скажите, а может ли президент государства выступать как частное лицо? Думаю, да. Думаю, да. И, между прочим, это... Есть прецедент понимания этого, например, у главы Ватикана. Глава Ватикана, как вы знаете, глава государства, глава церкви, их церкви, вот той католической. И вдобавок частное лицо. Понимаете, да? И вот, когда вопрос о непогрешимости ставился, то было решено, что есть позиция экстракатедра и есть скафедры. Или адкатедра, я тоже видел вариант. То есть, когда он говорит скафедры, он непогрешим. И он представитель престола. Он, собственно, тогда вещает от имени святого Петра. Точка. И непогрешим абсолютно. Понимаете. А когда он сошел с кафедры, ха-ха, здрасте, идите сюда. Но не странно, что это, по-моему, чуть ли не единственный случай, когда вот он что-то критикует и не поет. Нет, может человек быть человеком. Поймите. Ну, я... Ну, странно выбранный вопрос, поэтому он же, дай к тому же, сейчас опять возразятся разговоры о том, что... Президент может выступать в качестве частного лица, когда он этого хочет и сознательно это оговаривает. Президент здесь оговаривает. Я выступаю как частное лицо, ау. Но это первый раз, когда он так делает, по-моему. Ну, странный повод для этого. Нет, ну что, вы с ума посходили? Президент не может быть частным лицом. Президент на горшок, если сядет, то он тоже, что ли, по-вашему, символ государства. Кончайте дурью маяться, ладно? Президент может быть частным лицом, когда он этого хочет. Ну, что-то непонятного-то. Хорошо. В движении 8.55. Понимаешь? 7-8-8-107-0. Да, расскажите, где вы. Понятно или нет то, что я сказал? А, 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. А, добрый день, Михаил. Здравствуйте, где вы? На Ленинградке, Зеленограда до поворота на Сходнюю, вот уже два часа ползу. Вот видите, что-то случилось. И может быть из-за того, что такая мурость и слизь как бы на дорогах образовалась. Я не знаю, 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да. Здрасте. Алло, здрасте, где вы? Здравствуйте, меня зовут Максим Москва. Да, Максим, где вы? Я хотел поблагодарить Большое Собянина за то, что он устроил на Больших Грудинских улицах. А что там сейчас, как, ну скажите мне, что там, девки в кокожей или наоборот, там абсолютный коллапс, абсолютный коллапс уже вот целую неделю. Начинается воскресенье. А Собянин изменил там что-то в направлении движения или что сделал? Улица Красина, улица Красина стала односторонней. А верно, 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 и все, и коллапс. Ну и все, абсолютный коллапс. Есть мастер, есть мастер. Не знаю, кличку у Собянина какая-нибудь. Не-не-не, не надо, умоляю. Аниматерная, аниматерная, она олень, олень. Слушайте, подождите. Потому что величественный туповатый вид. Да ну, все-все-все-все-все-все-все. Может, по срочной новости я зачитаю, экспертиза пока не подтвердила уничтожение дока Умарова. Я знаю, об этом говорил Евкуров, если вы хорошо помните. Евкуров первый, кто сказал, что, возможно, Умарова нет. Умаров сейчас уже звонил тут в Москву и рассказывал, что его не было, и вообще это не он, и его фамилия не Умаров, и так далее. Хорошо. Еще, 7-8-8-10-7-0, улица Красина, беда там. Но, с другой стороны, есть время постоять и, возможно, даже войти в какую-то дружбу. И российско-грузинская дружба там рядом, и все вместе. Алло, здравствуйте, да. Да, так, все, нет, тогда спорт. 8 часов 57 минут, спорт. Русская служба новостей. Русновости.ру Ежа-пастушок поиграет, рай-поиграет, 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 рай-поиграет. Вселенная рожа. Девять часов 4 минуты, пятница 8 апреля. Здравствуйте, великий город. Здравствуйте, все это Русская служба новостей. Мария Андреева, ведущая программы. Здравствуйте, Маша. Сергей Таренко, ведущий. Здравствуйте. Гай с феном стоят на Яузе у железнодорожного моста. Кто идет по Яузе, махните им рукой. Там перед рублевкой фура рассыпала металлические балки. Кран их грузит, да, над рублевкой, перед рублевкой фура рассыпала металлические конструкции, и в них впилился джип со всей скорости. И сейчас приехал кран, то есть смотрите, что там есть. А, ну сейчас правда пишут, что уже поехали. Значит, там было как? Металлические конструкции сами по себе, фура сама по себе. Долбак этот из фуры, который ходит взад-вперед, вытирая так лоб и делая вид, что, ну что, нормально все? Нет, ну я-то думал, а она же, я, а я думал, что, ну а я думал, что, ну вот. Значит, менты такие все опечаленные, бегают, бегают, бегают. Джип впилился в металлические конструкции, чтобы показать, что показать? Тщетность джиповости, тщетность джиповости. Все равно. Ходит, ходит, сплевывая матюки, значит, хозяин джипа, все время в телефон он что-то объясняет. Слышишь, картина? И пол МКАДа стоит, стоит совсем навсегда напрочь. Красота, боже милости, как красиво. Праздничные манипуляции, да. Люблинка стоит мрак. Лучше ехать по Волжскому бульвару, 18-й. 86-й. Ленинградка сильно хуже обычного. Опаздываю на работу, пишет 86-й. 83-й. Перово. Все выезды на шоссе энтузиастов полностью встали. Коллапс. Еще. 79-й. На Ленинградке в Москву около сходни сбили пешеходов. Объезд через Ферсановку. Осторожно. Ленинградка около сходни. Сбиты пешеходы. Понятно, да? Движения не будет вообще никакого. Объезжайте через Ферсановку. На Рублевке над МКАДом рассыпались железные балки. Вот и грузят краном. Каширское шоссе на пересечении с Пролетарским проспектом. ДТП. ДТП на Каширке с Пролетарским. Осторожно. В область движения затруднено. Это в область. Над Рублевкой длинномер рассеял металлические конструкции. В них ехал джип. Теперь все грузят. Так, 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 так. Домкат верст 50-60. Хотел... 43-й делится, бедую. Домкат верст 50-60. Хотел по шляху срезать. 4 на 4. Иду искать трактор. Пошел за трактором. Ну что ты будешь делать? Неприятно. На Рязанке гастарбайтеры в дождевиках из черных мусорных пакетов с тремя дырками в ливень красят заборчики. Ну что, это, знаете, это тоже назидательно, потому что это доказывает тоже тщетность мирских трудов в царстве всем, как вы знаете, не обретешь истинного. А-406 МР. На внешнем МКАДе скотина пристроился за скорой помощью и перед Ленинградкой всех расталкивает вместе с скорой помощью. Бестыжая скотина. А-406 МР. Гальяна визатор на Байкальской улице от Новосибирской до Уральской. В центр пишет Леха. МКАД у Рублевки поехал. Гоширка в центр от Борисовских прудов стоит. Внутренний МКАД встал еще до Капотни. Совсем тухло. Гоширка в центр мертвая. Внутренний МКАД 20-30 километров от Варшавки до Ясенева. Дмитровка в коллапсе. Движения нет от 800-летия. Куда смотрит Собянин? Доброе... Я думаю, он самопогружен как-то, Собянин. Он самопогружен. Он погружен в некую сущность, какую-то в нижний дань. Нижний дань, тянь, нижний дань, тянь. Да, конечно. Ленинградка от Меги в Москву 80 километров. Так, все под... В тоннеле на Новой Риге пробка из-за аварии. Но господа уже на месте, пишет нам ММ. В тоннеле на Новой Риге господа уже подскочили, и там разбираются с аварией, но все равно же пробка. От Капотни до Коширки час, и просвета нет. На Крехшинском проезде автонегодяи... Извините, я перевожу еще ваши матюки, понимаете, да? На Крехшинском переезде автонегодяи опять объезжают пробку по обочине. Как меня бесят, сограждане, пишет нам Иван Помидоров. Так, Звенигородка мертвая, Звенигородка мертвая. Там же еще в тоннеле под Новой Ригой авария, как вы знаете теперь. Люблинка от юных ленинцев, 30 минут, Рублевская... Так, все, все стоит, эй, ау, все стоит и все, точка, что говорить. Новый начальник ГИБДД как охарактеризовал московский стиль вождения. Что же он? Напористый, говорит. Так вот, ну, мягко он сказал. А у них в этом самом, в Ярославле какой стиль вождения? Ну, видимо, он... Туберкулезный? Видимо, и напористый. Импотентный, туберкулезный. Да? Пэссив. Хорошо. Я хотел сказать, что... Еще смешная новость. Российские инженеры проводят срочный ремонт повреждения взлетно-посадочной полосы, расположенной... Значит, прилетел принц Гарри с ветеранами. Внимание, это очень важно. Это не полюбоваться и так далее. А принц Гарри прилетел, чтобы с ветеранами, с инвалидами к тому же, своими, ангельскими, пройти какую-то часть от Северного полюса, там, на лыжах, на санках и всякое. Ну вот. И он должен уже был улетать, потому что он на Барнео, Барнео, в Северном Ледовитом океане, на русской станции сейчас. Дегнет же лопнула полоса. Полоса там, это льдинище. И туда никак не может Ан-74 сесть, потому что трещина. А у брата дела. Он должен на свадьбу брата еще одного принца прибыть. Принц Уильям женится. Ну, конечно, да. А у него еще дела. Он еще должен в свою часть явиться, потому что он летчик и так далее, и так далее. В общем, сидит он на Северном полюсе, кукует и изучает быт русских полярников и северных медведев одновременно. И вылететь не может. Сейчас РИА Новости сообщает нам о том, что Чедаев ушел. Покажите мне РИА Новости. А, да, секунду. Вот. Чедаев. Чедаев, это потом, когда будет реклама, мы откроем Вики, ладно, посмотрим. Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев, он здесь был у нас в студии, заявил, простите, я сказал заместил, заявил, что заместитель, заявил, что заместитель. Что заместил Чедаева. Руководитель политдепартамента ЦИК Алексей Чедаев плохо справляется со своими обязанностями, политического подтекста в его увольнении нет. Да и Светлый дурак тоже, правда, дей богу. Сегодня в три, что ли, придет он. Мы его позвали. Сейчас я спрошу вас, сколько он у нас будет. Ну вот, значит, он сообщил в своем блоге, сам Чедаев, что он написал заявление об уходе из-за опубликованного ранее им текста, которым он критиковал позицию РФ по Ливии. Увольнение Алексея Чедаева, далее продолжает, насколько я понимаю, Андрей Воробьев, не имеет никакого политического подтекста, к его великому сожалению, о чем свидетельствует его добровольное заявление. Большой политики, как бы и не хотелось, кому-то здесь нет. Скорее всего, бывший коллега выдает желаемое за действительное. Ну, а мне кажется, надо судить по самосознанию, вот как он говорит, так и есть. А почему Воробьев отрицает? Смотрите, как хорошо. То есть сам Чедаев почувствовал, что он против позиции по Ливии и пошел. А что тут? Так хорошо, что теперь на эту Ливию можно под этим предлогом увольняться. Черничук сейчас тоже скажет, что обыски из Ливии. Из-за Ливии, конечно, скажешь. Нет, я бы не хочется верить, что Алексей Севу хорошим московским образованием и интеллектом готов уподобиться эпатажным светским персонажам. Это мадаму Волочкову, насколько я понимаю, или мамзель. Нет, мадаму она, конечно. Светским персонажам, который он еще недавно откровенно высмеивал. Отметил Воробьев, который из этой фразы явственно завидует Чедаеву за то, что Чедаев москвич. Понятно, да? Ау! Ау! В этой фразе зависть. Смотри, не хочется верить, что Алексей дальше идет с завистью. С его хорошим московским образованием и интеллектом. То есть это вещи, которым Воробьев тайно, латентно и тихонечко завидует. Московскому образованию хорошему и интеллекту. Ну, в смысле, московскому интеллекту, я думаю. Московский относится к интеллекту. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. С Сергеем Даренко. На РСН. Алексей Викторович Чедаев. 30 сентября 1978 года. Российский журналист и общественный деятель. Так он характеризуется в Википедии. Значит, он родился в 1978 году. Стало быть, чего мы имеем с гуся-то? Что ему 33 в этом году, в сентябре. Он 30 сентября, он наш, весы, весы, жертва новогоднего зачатия. Это те, которые вот все время сомневаются, да. Нет, это те, которые жертва новогоднего зачатия, считайте, 9 месяцев. Значит, нет, ну серьезно говорю. Я сам весы, алло. Нет, я по такому принципу не считаю, я знаю. А я по такому принципу считаю. 30 сентября, 30 декабря, понятно? Ну вот, все. Хорошо. Слушай, значит, он закончил Госакадемию славянской культуры. Защитил диссертацию по культурологии, теории истории культуры. Потом он прибился, насколько я понимаю, он сотрудник Немцова. Он сотрудник Немцова. Он автор идеи сайта Немцова. Он руководитель интернет-группы Немцова. Бориса Немцова. Чедаев этот. Какая-то стыковочка. Стыковочка, стыковочка. Почему? Карьеристик. А, в этом смысле? Конечно. Но он умный. Правда, я его видел и слышал у нас в эфире. Да, он был у нас. Он умный, но он говорит все время трудолюбиво как-то говорит. Как будто у него запор, но в хорошем смысле этого слова. Но я имею в виду сейчас, потому что он старательный. Слушай меня. Я шучу, но правда, потому что он умный. Я умный. А можно над умным посмеяться хоть раз? Если я смеялся над кем-то, над Грызловым, например, это было бы нескромно. Над умным можно хохотать, правильно? Так что он поймет всегда, да, думать? Ну, я надеюсь. Вот, слушай. И, значит, да, слушай, слушай, вот Оля, Оля, в кефир прям говорите, секундочку давайте. Оля пришла, да. Оля, что? Связались с Алексеем Чедаевым. Он сказал только то, что он больше ничего не комментирует, только то, что написано у него в блоге. Внимание. Обрети, поэтому... Теперь секунду, стоп, 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 назад, стоп, назад. Оля Кежевна. Оля, расскажите, пожалуйста. Значит, вы ему позвонили. Он вам что, сказал? Алло. Передайте мне весь разговор. Что он сказал? Алло, например. Алло. Алло, он говорит. Он сказал, что... Да, по-нашему, по-московски интеллигентно, да? Что? Что я сначала спросила, сможет ли он к нам прийти? Да, и надо бы, чтобы он разъяснил, да. Да, он сказал, что я... Он сразу сказал, что я не комментирую, только то, что написано у меня в блоге. Я говорю, ну, хотя бы прийти к нам. Понятно. Но это не очень понятно, потому что если это большой шаг и поступок с большой буквы, как он сам пишет, ну, в смысле, он, по слову поступок пишет с большой буквы, значит, он должен его разъяснить. И в этом нет пиара, мне кажется, просто разъяснить. Ну, еще хорошо, спасибо, Оля. Все, не пойдет, не пойдет, ну и ладно. Значит, смотрите, у меня взгляд такой, что считаю защищать... Внимание, я, в отличие от Воробьева, считаю позицию Седаева политической. В отличие от Воробьева. Заметьте. То есть Андрей Воробьев, но он не из Москвы, образование у него не московское, он откуда-то, черт пойми, из Мурманска, понимаешь? Так. Значит, понимаешь? Я, в отличие от Воробьева, считаю, что позиция Седаева политическая. И я, в отличие от Воробьева, считаю, что у президента Медведева тоже очень политическая позиция. Они просто в разных плоскостях. Чедаев действует в старой плоскости. А какая позиция у Медведева? Я объясню. Медведев безошибочно морален. Вот, секунду, послушай меня. Медведев безошибочно морален. Медведев точно понимает, насколько он способен к военной акции, и насколько он способен противостоять англо-французским силам. Потому что в Ливии основные зачинщики англо-французы... На самом деле французы. Значит, франко-английским, так называем. Да, внимание. Значит, американцы просто подтянулись к франко-английским силам. Медведев ровно понимает, что, например, на Марсе уничтожают марсиан. Вмешаться мы в общем не можем. Но он не будет воевать с Сарказией. Понятно, да, Медведев? Не будет. И не нужно. И нет сил. И не нужно. И глупо. И вообще это лажа полная. А вы предполагаете... Нет, а если бы Россия была против... Значит, Медведев управляет страной. Послушай меня. Страной, а не дачей. Понятно? Медведев управляет страной, а не дачей. Ты понимаешь, что я сказал? Слушай, он понимает, что на Марсе уничтожают марсиан. Он точно понимает, что это фигово. Ну, в принципе. Значит, он понимает, что ему надо занять позицию. Какую он может занять позицию? Вот какую он позицию занял? Он занял моральную позицию. Он сказал, плохо, что Каддафи убивает людей. Ну. Тогда... Он сказал, нет. Тогда не надо воздерживаться. Ну, тогда что-то конкретное. Либо туда, либо туда. Нет, нет. Он сказал, нет. Это тоже решение. Он сказал, мы отпускаем ситуацию. Потому что наши союзники там будут действовать. А мы нет. Потому что если бы мы проголосовали за резолюцию ООН, то нам надо было бы войти в коалиционные силы. А этого медведя не хотят. Либо ты за, либо ты пройдет. Да что же за тоталитаризм-то? Мать, ты кто вообще? Ты-то бердяевская русская. Вот ты кто. Она русская, это Андреева. Вот что ли? А что за президент, который не может разъяснить позицию? Я не могу смысл. С русскими нерешительно невозможно разговаривать. И все до сих пор не понимают. Она тоталитаристка, бердяевская абсолютно. Вот это вот русское сознание. Смотри. Нет. Нихт. Нихт, мамочка. Нихт. Значит, Медведев сделал следующее. Англичане с французами пойдут. Мы туда противостоять не имеем права, невозможности. Не, 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 ну ни к чему нам из-за Каддафи сейчас рвать с Европой дальше. Что делает Медведев? Что делает Медведев? Занимает моральную позицию. Он говорит, убивать сограждан фигово. Это что, плохо, что ли, что он сказал? Обалденно. Сегодня он заявляет... Так теперь-то он уже говорит вообще другое. Он себе противоречивает. Ты не понимаешь, ты мыслишь категориями шаек. А я... Ты понимаешь, что существует принцип или нет? Вот, между прочим, и Чедаев, и Медведев это понимают. И Чедаев, и Медведев понимают, что такое принципы. Андреева не понимает. Да, теперь уже молча, я тебе расскажу, потому что время. Смотри. Почему? Ты мыслишь категориями шаек, верности шайке. А это неправильно. Хотя я знаю, что это сейчас, да, 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 главная точка зрения. Смотри. Чедаев мыслит принципом. Чедаев. И принцип его прост. Не допустить вмешательства извне вообще в любую конструкцию, как императивное точное право. Понятно, да? Значит, Чедаев мыслит принципом, что любое вмешательство извне есть преступное вмешательство. Точка. Понятно, да? Значит, смотри. В любую конструкцию политическую. Я так не считаю, потому что я считаю, что во всех властях виноваты не те, кто извне, а, извини, во всех бунтах, мятежах и революциях виновата собственная власть. Понятно, да? Бурбоны устроили революцию в 1789 году. Это мое утверждение. Романовы устроили две революции в 1917 году. Понятно, да? Вот мой концепт. Значит, в этой связи, в этой связи, Чедаев исповедует вот этот принцип. Это принцип, это принцип такой вот, как бы тебе сказать, берложный. Но он заслужит уважения, потому что он есть. У Медведева принцип высокоморальный. Нельзя убивать людей, ребят. Ни Каддафи, ни союзникам нельзя убивать людей. Значит, Медведев в этом случае получает уникальную позицию. Внимание, почему она уникальна? Потому что он может спокойно критиковать и тех, и других. Блистательно может критиковать и тех, и других. Потому что он защищает гуманизм. Все? Все отдохнули, нервно курят. Понятно, да? Он говорит, Каддафи, зачем ты убиваешь людей? Потом коалиция, зачем вы применяете больше сил? Заходит коалиция. Медведев говорит, нехорошо убивать людей. То есть он занимает позицию моральную, безупречную, не требующую от нас ни копейки денег. Ау! Он занимает позицию, опять, видимо, как частый человек. А он не может эту позицию разъяснить? Нет, не частный! А он не может разъяснить так, чтобы все понимали, все граждане этой страны понимали позицию России, полили. Почему? Нет, потому что тебе нужно взять молот, зубило и вогнать в мозг, потому что ты не понимаешь, я тебе уже 5 минут объясняю, ты не понимаешь. Вот же в чем дело. Если у Медведева нет молотка и зубило, чтобы возгнать тебе через ухо в мозг, потому что по-другому не получается, я тебе объясняю, ты не понимаешь. Я тебе объясняю пять минут подряд. Раз, два, три, четыре, пять минут подряд. Нифига ничего не понятно. Теперь слушай, ты выдающийся, как это сказал Воробьев-то с завистью, Мария Андреевна, выдающийся, что-то, московский интеллект. Каковы же все остальные гуси-лебеди в нашей дивной стране? Представь себе, понятно, да? Вот и все. Здесь столкнулись два принципа в разных плоскостях. У Медведева один принцип, и он в иной плоскости, чем у Чедаева. И он безукоризненен. Он просто против убийства. И он теперь осуждает американцев, французов и так далее. Очень просто. Сегодня заявление Медведева вместе с Чавосом. Вместе с Уго Чавосом Медведев обсудил и сказал, что очень фигово, что они убивают людей. Ну опять, он опять безукоризненен, понятно? А Чедаев другую. Чедаев, я тебе скажу, сколько ему было в 2004 году, когда Чедаев повредился рассудком. В 2004 году ему было 26 лет. Это серьезно, я говорю. Если в 26 лет ты решил собирать драйзера, ты будешь собирать драйзера всю жизнь. Если в 26 лет ты решил собирать хрусталь, ты будешь собирать хрусталь всю жизнь. Чедаев 26 лет решил, что главная угроза жизни на планете – оранжевая революция. Все, фигня, вопрос. Теперь он будет всю свою жизнь защищаться от оранжевой революции. И он умирать потом, когда ему будет 180 лет, он будет умирать. 180 лет. Ему будет из угла лицо Ющенко мерещится, Тимошенко с косой и так далее. Чедаев повредился рассудком от оранжевой революции. И отсюда вся его блистательная интеллектуальная ограниченность. Понимаешь? При том, что он действительно а – умный, б – принципиальный. Это понятно, что он умный и принципиальный человек. Понятно, да? Угу. Поврежденный в рассудке оранжевой революции. Понятно? Спасибо. Поехали на обзор печати. Русская служба новостей. Москва. 107.0.ФМ. Подъем. Обзор печати. Итак, все пишут сегодня, практически все издания, про то, что премьер и президент оба сразу встали на сторону рыбаков. Можно найти в «Коммерсанте» и в «КП», в российской газете «Московских новостях». Медведев распорядился остановить подписание арендных договоров и подключил генпрокуратуру к проверке ранее проведенных аукционов. А премьер наказал Андрею Крайнему, главе Росрыболовства, подготовить поправки в закон о рыболовстве с учетом мнения общества. Вызвало возмущение у рыбаков поправка Росрыболовства, которая позволяет Росрыболовству проводить конкурсы на выдачу лицензий на коммерческое рыболовство. Это произошло уже достаточно давно, но шум поднялся относительно недавно после череды митингов. На это обратили внимание и премьер, и президент, и поручили разобраться. Подробности посмотрите в газетах, еще на интернет-издании обращаем внимание. Вот на «Взгляде.ру» конкретно обсуждается то, что все валят вину друг в ведомство, вину друг на друга. Росрыболовство говорит, что это депутаты инициировали это все дело, а депутаты говорят, что Андрей Крайний ввел их в заблуждение. Ведомости. Дагестан примет Олимпиаду. Олимпийский комитет предложил Международному олимпийскому комитету, Олимпийский комитет России, имеется в виду, провести в Дагестане юношеские игры 2018 года. Таким образом, еще одно спортивное мероприятие мы можем получить. А Сулейман Керимов готов вложить 1 миллиард евро. Это владелец компании «Нафта Москва». Еще. Коммерсант налоговиков не взыщут за НДС. По делу о покушении на мошенничество привлекут одних предпринимателей, полагают журналисты. Потому что, в частности, например, заместитель руководителя столичного УФНС Ольга Черничук, про которую так много писали, и у нее дома проводились обыски, теперь проходит и дает показания по делу в качестве свидетеля. Она снова приступила к работе. Говорят, что никаких противоправных действий она не совершала. А сотрудники ее ведомства, работники, отказав возмещение НДС какой-то странной компании, предотвратили махинации. Таким образом, видимо, никто из налоговиков наказан не будет, полагают журналисты. В этой же газете, тоже в «Коммерсанте» Михаил Прохоров трудится, не покладая кодексы. У него готовы радикальные предложения по изменению трудового законодательства. Ну, более того, уже не какие-то поправки, а он ставит вопрос гораздо шире, что нужно полностью пересмотреть трудовой кодекс. Не в чьих-либо интересах, не в интересах работодателя, не в интересах работников, а именно нужно создать такой трудовой кодекс, чтобы формировалась среда, которая создала бы наилучшие условия для развития в стране. Что он под этим подразумевает, посмотрите в «Коммерсанте». О полиции хорошо либо ничего, тоже несколько изданий сразу про это пишут, я по МК читаю. Дума отказалась обсуждать реформу МВД. Совет Думы отказался от идеи провести круглый стол, говорят по личной просьбе Нургалиева. Комитет безопасности Госдумы просил сначала о парламентских слушаниях, а затем хотя бы о круглом столе, но получил отказ. СМК утверждает, что лично Нургалиев попросил не обсуждать. Еще ОКП предупреждает, что на Москву надвигается погодная аномалия, которой не было 130 лет. В ближайшие три дня атмосферное давление упадет до рекордного минимума. Ну и в связи с этим особенно тяжело будет, говорят синоптики, людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов и скачками артериального давления. 9.30, новости. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем! Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. 9.33, почти 34 минуты мы продолжаем с Марией Андреевой. Так, Доренко, гад, но это по итогам предыдущей дискуссии. А вот по движению-то. Въезд в город по М2 затруднен из-за четырех мелких ДТП. Держитесь слева. М2, это Варшавка. Четыре мелких ДТП. Держитесь левее-левей. В левом ряду, впрочем, ну это 43-й из другого места сообщает. В левом ряду блондинка за рулем читает глянцевый журнал. Умиляюсь. А мне кажется, что если бы она села за парту со специальной такой лампочкой и читала тот же самый глянцевый журнал, она бы ровно столько понимала, сколько она в левом ряду понимает. Понимаете, в чем дело? То есть есть все равно, когда читать глянцевый журнал. Она все равно ничего не понимает. Она картинки смотрит. Волоколамка при въезде в Москву полный привет. Что будет дальше, страшно подумать. К какому числу Собянин обещал разобраться с пробками? Иоанн спрашивает. Так, Собянин уже спрос, смотрите. А, 007. МР едет по встречной на Калужском шоссе. Без сигналов. Киевка влетает со свистом. Далее внутренним кат тоже неплох. У Медведева лавирующая византийская позиция. Изощренная, пишет Тая. Я устал вас убеждать. У Медведева ровно прямая позиция. Он всем подряд говорит, убивать людей плохо. Понимаете, Тая, проблема русской политики в том, что мы привыкли жить шайками, стаями. Стаями, а не принципами. Посмотрите, позиция... Смотри. Вот в чем дело. Позиция предполагает действие. Если это принципиальная позиция. Если ты... Я могу тоже сидеть и говорить, ну, убивать людей плохо, да. Ты можешь наблюдать за чужой войной из окна. Да, можешь. Да, можешь. Не надо... Да, надо говорить принципиально. Если ты обладаешь. Да, надо говорить, да. Что убивать плохо. Да. Но президент-то должен не только говорить, он должен принимать свои решения. Если апартейт плохо, то не значит, что надо оккупировать страну и так далее. Надо просто спокойно осуждать. Ну, значит, это его позиция частного человека может быть. Значит, он здесь опять выступает как частный человек, как президент он должен сделать. Государственная позиция может и должна быть моральной. Да. И это и есть. Вот он последовательный. Вы просто поймите... Но позиция предполагает действие. Примитивизм. Я не хочу это обсуждать, просто сейчас закругляю уже, пытаюсь закруглить. То есть, примитивизм русского понимания позиции вообще как таковой, примитивизм. Я с этим сталкиваюсь последние 25 лет. Примитивизм понимания вот в моей стране позиции заключается в верен или неверен ты корешу. Потому что русские люди, к сожалению, не представляют собой гражданского общества, общества моральных позиций. В принципе, таковы мои сограждане. Они вообще оценивают свою позицию с точки зрения ты за кого. Понимаешь, да? То есть, ты за кого? Это есть позиция ватаги. Ватаги. Понятно. Или банды, или чего хочешь. Вот ты за кого? А вот ты за... А вам сейчас явлена позиция, между прочим, принципиальная, Медведевым, который просто говорит, не надо убивать. Ни тем, ни тем, не надо убивать людей. Это принципиальная позиция. Она высочайшая... Он не за кого, он за принцип. Понимаешь? Он, как человек верующий, просто за принцип, что убивать плохо. Ну и все. Все, точка. Дальше. Чедаев в этом смысле тоже выше основной массы населения. Потому что Чедаев тоже за принцип. Тоже за принцип. Вот если бы Чедаев был за шайку, он бы заткнул бы нос себе в задницу, как моя лайка делает это, знаешь, когда спит. Значит, и спал бы, тихонечко спал бы, и всю бы жизнь сидел бы при Андрюше Воробьеве и получал бы хорошую зарплату. Но он за принцип. Но он за принцип. А его принцип – борьба с оранжевыми, с оранжевой угрозой в том или ином проявлении. Понятно, да? Значит, эти два... Один за ценность человеческой жизни, Медведев. Другой за борьбу с оранжевыми, Чедаев. Два человека с разными принципами. Понимаешь? А вы пытаетесь анализировать, исходя из собственной принципиальности, которая в какой-то шайке состоишь, и ты за кого. Вот ваш способ анализа. Ваш способ анализа – принадлежность к шайке. Но это неправильный способ анализа. Это способ анализа, который сужает ваши горизонты, ребят. Ну, просто извините, но я ничего не хочу вам... Я не хочу вас обидеть. Я ужасно хочу вас, наоборот, поощрить за это. Но это сужает горизонты. За кого ты, против кого ты. Это политическая позиция десятилетних мальчиков. Вот за кого ты или против кого ты. А тут принципы. Это принципы. Надо просто согласиться, что существуют горизонты за пределами ваших горизонтов. Вы больше ничего извините, конечно. Вот. Ольга Черничук вернулась на работу. Вот это мне очень понравилось. Вот это и есть... Вот здесь можно анализировать, как позиции шайки. Шайки, ватаги, отряда личной верности. Вот когда мы говорим об Ольге Черничук и о заявлении Федеральной налоговой службы о том, что она умница и молодец, и все там офигительно, и там бывшие руководители, наверное, были плохие, а нынешние все хорошие. И наоборот, Ольга Черничук предотвратила, и так далее, и так далее. Вот здесь мы уходим от принципа, принципа идейного, и переходим к принципу верности ватаге, шайке, банде, группе, товариществу, дружбе, и так далее. Понятно, да? Корпоративизму. Вот корпоративизм. Потому что Федеральная налоговая служба объявила нам, что никаких оснований, никаких проверок. А. Нет. Б. Все классные. Особенно же. Классная Черничук. Все. И все, кто чужие, отстаньте. Потому что наш принцип вот какой. Беспринципность, но верность к шайке. Верность к шайке в условиях беспринципности. Вот есть принцип. Понятно, да? И это привычнее для нас. Это привычнее. Слава Богу, хоть что-то на земле можно представить как константу. Константа. Федеральная налоговая служба защищает Ольгу Черничук на основании верности ватаге. В ней помимо принципов, внепринципно и беспринципно. Это потрясающе, я с этим их поздравляю. Это очень ожидаемая позиция, очень правильная. Очень милая. Это возвращает нас наконец-то с ними на землю. 9.40. Поехали дальше. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Сергеем Даренко. На РСН. Давайте какую-то часть про силовые ведомства мы скажем. У меня есть точка зрения, почему Нургалиев МК, сегодняшний московский комсомолец, пишет, что Нургалиев очень-очень-очень попросил Госдуму через, так сказать, там полномочных людей, попросил Госдуму, пожалуйста, припожалуйста, не делать круглый стол по реформе милиции в полицию. И я знаю, почему он это сделал. Почему? Он боится развития собственного культа личности. Потому что он боялся, что если круглый стол по реформе будет проведен, и вот он входит в Госдуму, и все подают ниц, лепестки роз, и там, когда он входит, его начинают возвеличивать. А он из личной скромности сказал, братцы, можно меня не обсуждать? Потому что я знаю, вы будете все равно хвалить. Ну, конечно. Нургалиев был абсолютно убежден, что депутаты станут его хвалить. И он сказал, знаете, не захваливайте. Это так нескромно. Мне стыдно быть в таком месте, где создается мой культ личности. Можно не обсуждать меня? Правда же? Вот он и молодец. Я тоже, я очень его в этом поддерживаю. Слушайте, Умаров, Умаров, про Умарова я хотел спросить силовиков наших. 7-8-8-107-0. Пожалуйста, вот спецслужбы. Скажите, Умаров сначала как будто да, как будто его разбомбили, Умарова. Теперь вот клочья, мясо, которые от них остались, исследуют в Ростове, как будто нет. И Умаров как будто звонил. И вот как нам это оценивать? Как провал или как случайную недоработку или что? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да, здравствуйте. Алло, Сергей. Да, здравствуйте. Приветствую, Влаши Оргенкин. А, Влад, привет. 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 Ну, собственно говоря, у нас вообще история уничтожения всех наших таких лидеров. Это история, так сказать, многократного объявления их мертвыми. Потому что Басаева на моей памяти объявляли убитым в разных вариантах пять раз. Да. Ну, вот, Масхадова раза четыре хоронили. Соответственно, конечно, есть как бы у спецслужб громадное желание, когда проходит какая-то операция, среди аж мертвых тел обнаружить что-то похожее на главного боевика. Да. В реальности, конечно, все эти вещи происходят достаточно редко, потому что непосредственно эти руководители очень редко лезут, что называется, в поля, обычно отстеживаются где-нибудь в этих очень тихих местах. Ну, например, Влад, подожди, Влад, ну в каких тихих? Что он сидит в Тбилиси? Ну, что неправда? Ну, можно вспомнить, где был уничтожен Масхадов. Масхадов же не был уничтожен там в лесу, в бою и так далее. Его обнаружили тихо живущим, там, в хорошо оборудованном схроне на окраине поселка, где он, в общем, вполне теперь респектабельно жил и, в общем, не особо... Подожди, когда он говорил, выехав на своей Ниве, по-моему, с Костей... Нет, ты понимаешь, это не Масхадов, ты говоришь о Дудаеве. Ах, да, извини. Дудаев, когда он говорил с Костей Боровым по телефону, его жахнули на Ниве. Правильно, извини, конечно, конечно. Да, да. Значит, Масхадов жил, да, в специальном блиндажике оборудованном и так далее. Поэтому, в принципе, конечно, идет охота. Конечно, хочется уничтожить, но я думаю, что рано или поздно все равно его грохнут. А просто в этом случае только во времени... Ну, знаешь, вот, подожди, угрохнут. А если он за это время сделает пластическую операцию, а сядет где-нибудь в Малайзии? Ну, в этом случае, сделая пластическую операцию в Малайзии, он же лишает себя тем самым, что, значит, уходит на покой, потому что он... Это, в принципе, устраивает и наших силовиков. То есть, в принципе, можно было бы обеспечить ему безбедную старость где-нибудь в Малайзии. Ну, это бы даже сделать проще. Принять, что называется, предложен амнистию, выйти из леса, стать респектабельным... Нельзя, так говоря, ряда матеряет. Ему надо формально погибнуть, а самому осесть в Малайзии. Ну, что, есть такой вариант, конечно. Но я думаю, на него он не пойдет, потому что деньги все-таки он получает в другом месте, поэтому придется отрабатывать их до конца. Все понял, спасибо. Это был Влад Шурыгин. Я хочу сказать, что с Саумаровым не все понятно, но мне понятно, что, в принципе, надеялись, что случайно его жахнули. Потому что, действительно, там база, там 18 человек. Это, в общем, не маленькая крупная база. Как теперь говорят сами сепаратисты, они там готовили новичков. Это не база Смертникова, это база подготовки бойцов. И вот эта большая база, вот чего бы посреди этой базы слонялся до Клумаров? Вот зачем бы? Ну, они же того, кто все время с ним ходил, убили? Да, да. И личные врачи, там много всего. Ну, вот слушайте, но, в принципе, в принципе, там большая база. Все эти его советники, они не обязательно должны сидеть с ним в схроне. Они могут посещать. То есть, есть некий ближний круг, который его посещает. Например, там, не знаю, пять, простите, человек, но не пятьдесят, где он лично прячется. Вот пять человек знают. Эти пять человек вращаются. Но почему до Клумарова должен сидеть посреди 18 человек, скрести в ноги, так сказать, и поджидая бомбу, это не очень понятно. Я думаю, что на удачу думали, что вдруг его жахнули. Нет, но эти же тоже не поджидали. Ну, это же такая подготовленная спецоперация. Может, у них какие-то там данные были. Хорошо. А насколько роль личности здесь важна? Вот вопрос у меня к силовикам и к представителям, может быть, кто разбирается в этом подполье до Кумарова. Вот насколько роль личности важна? Вот есть Умаров или нет Умарова? Вот насколько принципиально меняется ситуация на Кавказе? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Мое мнение, что никогда не будет порядка, пока у власти есть тех, которые мочат антирус. Нет, подождите. Вы согласны ответить на мой вопрос или только свое мнение у вас есть? Нет, нет, я согласен. В ответе на мой вопрос. Вот до Кумаров или Х, некто другой, насколько важна роль личности? Ненасколько. Ненасколько. Появится другой. Появится другой. Вот, спасибо. Значит, мне кажется, что это тоже все-таки больше символ скорее. Это скорее символ. Потому что, ну чем таким уникальным? Это канал. В том числе для бабла, там, так сказать, ну понятно. Это канал. Это интерфейс, по существу. Но насколько тут гений организаторский и так далее влияет? Я не знаю. Алло, здравствуйте. Алло, Анатолий Ватвичук. Да, Анатолий, прошу. Сергей, но вы вам сказали, это жопел, это знамя, за которым идут люди. Убьют, но поплачут, и новый появится. Появится новый. То есть, точно от его организаторских... Нет, это бизнес. А от организаторских его возможностей, насколько вы их оцениваете? Вы понимаете, он уже сросся с этим, это его работа. Он ее делает хорошо. Он ее делает, свою террористическую страшную работу, хорошо. Но может оказаться, что рядом с ним все остальные мельче калибром, и уже не останется лидеров. Вы знаете, это просто за тише, месяц-полтора, новый лидер обучится, и дальше будет делать свою работу хорошо. Ой, ужасно, правда? А у них же, к тому же, там был давно раскол, и какие-то есть уже новые претендующие. Да нет, у него есть, потому что Умаров этот и Маратовец, он же, и Маратовец. Ну ладно. Слушайте, я вот что вам предлагаю. Я предлагаю подумать об этом, потому что, ну, какова вот роль, собственно, лидера? Ну, потому что мы убили Дудаева, потом Масхадова, потом Басаева. Все они в общем, в общем, ну, Басаев, так вот, тот блистал и любил блистать. Он любил интервью, он и так далее, да? Он любил блистать, он любил быть на сцене. И Дудаев любил блистать. Масхадов был, ну, темперамент был чуточку другой, но, значит, Дудаев и Басаев любили блистать. И, собственно говоря, создавалось впечатление, не знаю, насколько ложное, что вот эта их яркость, она каким-то разловещая, абсолютно негодяйская яркость, она ведет к их успехам или, там, к их исключительности. Ну, нифига, понимаешь, вот, и ты их убиваешь, и рядом возникает какой-то еще, может быть, менее яркий, но который тоже, вот, собственно, там, 24 часа в сутки чего-нибудь такое вытворяет. Вот в этом проблема. Хорошо, 9.50, звоним на биржу. 9 часов 51 минута. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС, на связи с нами. Лев, здравствуйте. Здравствуйте. До вот вечера, на самом деле, более-менее уверенно себя чувствовали рынки, но резко, вот, новости, пришедшие как раз вот в седьмом часу вечера, увидели индексы на 1% вниз. Ах, да, у вас. Быстров, за короткий промежуток, закрылись мы снижением, 2089,52 пункта. А что это за американские новости? Да, что это за американские новости? Какие американские новости вывели рынок? Это не только американские новости, это еще и новости о новых землетрясениях. Ах, да, точно, это же Япония. 7 с лишним баллов и сразу все. В принципе, тряхануло не только Японию, но и рынки. Понял. Но, видно, вечерние сессии все-таки отыграли часть продаж до полпроцента. В основном, рост показали «Газпром», «Норильский никель», «Роснефть» за вечер смогли, наверное, стать упущены. «Лукойл» только продолжил снижаться на полпроцента. Но сегодня у нас с утра мы видим, что нефть уже поднялась выше 123 долларов за баррель «Брента». Соответственно, ждем активность именно в этом секторе. Все-таки не могут не использовать такую ситуацию наши трейдеры. Соответственно, в принципе, вполне вероятно, что сегодня будут наверстывать вчерашний провал. Доллар продолжает опускаться. Вчера в эти секунды мы с Львом видели его на 1,4305. Насколько я припоминаю, 1,4304. А сейчас он на 1,4387. И так это бьется об 1,44. Бьется, бьется, как рыбка в аквариуме. А? Пробьет? В принципе, вполне вероятно. Да, да. 9.53. Хорошего дня вам, Лев. До свидания, до свидания. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Госзакупки Андрей Черногоров. Единая электронная торговая площадка. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что хорошего? Расскажите. Индекс доступности у нас таки упал к концу недели ниже 320 пунктов. Сегодня он 316,9. Самая живая ситуация в категории наукообразования. Советуем поставщикам сейчас обращать внимание на лоты отдаленных муниципальных образований и региональные лоты. Там заказчики только начинают пользоваться электронными аукционами. И еще не в полной мере научились писать заточенные, узкозаточенные ТЗ. Поэтому на следующей неделе мы обязательно делаем фокус именно на таких лотах. А сегодня у нас традиционные 5 лотов, на которые рекомендуем подавать заявки уже сейчас. Это работы по обеспечению видеонаблюдения в подъездах жилых домов на территории ЦАО. 17 миллионов рублей можно получить. Хорошие дела. Поставить камеры в подъездах. Далее, работы по ремонту мемориала Вечный Огонь в Ивановской области 940 тысяч рублей. Поставка печати и штампов для ГУВД Москвы на 3 миллиона рублей. Обслуживание автомобилей ВАЗ, в том числе покраска, житяно-сварочные работы, тоже для ГУВД Москвы на 4 миллиона рублей. А можно спросить, Андрей, а что совсем любой человек может поставить печати и штампы для ГУВД без допуска, без морщины между бровями? Нет, печати и штампы это абсолютно канцелярские товары. Их изготавливаются по ТЗ, и любой человек может поставить. Интересное дело, а я изготовлю для них и для себя парочку оставлю за ночью, и что будет? Ну, штамп не единственное средство защиты документа. Еще есть подпись. А, то есть мне надо еще... Ну, это тоже решаемый вопрос. Научись поделывать. Спасибо вам большое. И еще один лот. И, да, напоследок, ремонт холла в центре подготовки космонавтов имени Гагарина. 6 миллионов рублей. Какому числу? На эти все лоты есть более 7 дней для подачи заявок. Ой, хорошо. Ну, значит, в 12-м они не успевают. Спасибо вам большое, Андрей. Это был Андрей Черногоров, Единая электронная торговая площадка. Хорошего дня. Погнали. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. 10 часов 4 минуты. Пятница, 8 апреля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Мария Андреева, ведущая для программы. Здравствуйте, Мария. Сергей Доренко. Скажите мне, что там с Тойотой. Тойота возобновит работу на всех заводах в Японии с 18 апреля. Об этом сообщил сегодня президент Тойоты. Мы хотим наладить работу. Да, все. Значит, дальше. А кто еще? Кто еще? Концерны Ниссан, Хонда. И что они сказали ранее о планах возобновить во второй декаде? Они не смогли произвести. Во второй декаде. Во второй декаде. Значит, с 11-го начинают. С 11-го, вероятно, начнет Ниссан и Хонда, во всяком случае, планируют. И с 18 апреля начинают тоже во второй декаде Тойота производить машины. Но при этом они говорят, что пока по выпуску комплектующих не в полном объеме. Что есть хорошего в Японии? Мы знаем, правильно? Кроме гнусного супа типа Доширак, в Японии делают приличные тачки. Поэтому здесь мы им дико сочувствуем, правильно? Пусть они их сделают. И пусть они туда как можно меньше радиоактивного йода-131 положат. Договорились? Я не знаю, насколько это выполнимо. На Люблинке в районе текстилей самый, что ни на есть, центр всех проблем в движении 95-й. К девушкам в белых фарточках нужен еще автомобильный кинотеатр. Это предложение послать девушек в белых фарточках подавать коктейли, когда мы стоим в пробках. Внутренний МКАД перед Рублевкой встал. Я свернул Рублевку в центр, далее на Мневники из Миногородку. И не прогадал. Но как? Но как, 51-й? Потому что еще в тоннеле под Новой Ригой, это самое, там какая-то была авария. Понимаете? То есть вы дико не прогадали. Ну а если бы вы полтора часа назад ехали, вы бы увидели, как длинномер сбросил железные конструкции вот в том месте, где вы на Рублевку уходили. И в них впилился джип, и там был большой праздник. Приехал кран, милиция, джип, длинномер и металлические конструкции. Был большой праздник погрузки назад всего на длинномер. Так, секундочку, секундочку. Кажется, больше ничего по движению я не вижу. Так вот же, какая-нибудь авария наверняка сейчас быстро проверим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7, 8, 8, 8, 8. Да, здравствуйте. 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 У вас что-нибудь экстренное? Нет, попробую. Нет, ну по пробкам сейчас, давайте чуть позже. Если что-то экстренное, абсолютно вот так в эфир можно будет. Слушайте, значит, я хотел огласить решение группы «Война», которая сделала не такую нетривиальную акцию. Они нарисовали Лингам. Я все думал, как его назвать Лингам. И мне какое-то время хотелось назвать его иными словами. Но, ну вы знаете, Лингам в плену ФСБ они сделали. Они нарисовали на Литейном огромный-огромный мужской половой член и направили его при разведении мостов. Естественно, он был направлен в сторону ФСБ. И вот эти фотографии, они получили премию. Вот в чем дело. Они стали победителями шестого всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация». И на сайте премия особо подчеркивается, что премия сама по себе не государственная. Дело в том, что государственный центр современного искусства, то есть сам центр государственный дал премию госцентр. Но сама премия не от государства. То есть это не как медаль, все равно что. Кто-то из слушателей вас поздравлял. Говорили, что вы поддерживаете решение. Решение дать премию? Ну да. А вы поддерживаете? Давайте я попробую выгадать несколько минут. Докланяйтесь, когда не знаете, что отвечать. Это «Черная королева» тоже, да? Я, если честно, ну это было бы здорово. Это неординарная их акция. Необычная. Но за что премию я не очень понимаю. То есть в чем тут искусство? А вы испытывали когда-нибудь затруднение, когда бывали в музеях современного искусства или видели фотоиллюстрации современного искусства? Вы испытывали затруднение в понимании, что такое, в чем тут искусство? Я тоже, это хроническое. У меня, я когда вижу современное искусство, я испытываю страшные затруднения. Я, собственно, не могу понять, в чем там искусство. Это правда. Это правда. Но, да здравствует дерзость, имеется в виду, я полагаю, когда они присуждают премию вот этой вот огромной-огромной штуковине. То есть поощряется именно вот смелость и дерзость? Поощряется дерзость. Поощряется дерзость или искусство. Что, что? Ну вот давайте, кто-то из деятелей. Мне сейчас нужно реально деятель искусства. Послушайте, я вас изобличу мгновенно, потому что если вы не деятель искусства, нифига, то у вас будет речь не о деятель искусства. Послушайте, если вы деятель искусства. 7-8-8-107-0, пожалуйста. 7-8-8-107-0. И скажите, пожалуйста, в поощрении Лингама группы войны на Литейном речь идет скорее о поощрении дерзости или там все-таки есть и искусство вдобавок тоже? Вот мне интересно, это поощрение собственно дерзости или это поощрение искусства? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы деятель искусства? Ну, маленький. Ну ладно, ладно, потому что, на самом деле, прибедняться-то, прибедняться-то. Так что поощряется в этой премии? Вот что? Ну, поощряется и дерзость, и, собственно, изобретательность, потому что в современном искусстве самое же главное это сделать убедительное высказывание. А, вот, давайте. Ну-ка, 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 сейчас мы попадаем. Ну, это как бы смысл современного искусства после Хазимира Малевича, который нарисовал свой черный квадрат и таким образом прорвал дыру в новое измерение искусства. Да. То есть искусство перестало быть фигуративным, а перешло в мир интеллектуальный скорее. Так. И, собственно говоря, здесь важна оригинальность высказывания и его убедительность. И я помню, что я когда, например, услышала про эту акцию, я просто аплодировала, и у меня очень сильно повысилось настроение на долгое время. И так зачувствовали себя многие другие любители, маленькие любители современного и не только современного искусства. Я тоже аплодировал на дерзости. Я аплодировал на дерзости. Я вот как искусство, может быть, я не развит, может быть, я не развит, но я не понимаю, причем вы очень точно обозначили границу. Я примерно Смолевича вообще не понимаю. Вот уже не понимаю. Мне кажется, что Мария Ильич глубоко презирал человечество и решил над ним поиздеваться, и в этом убедитесь. А, нет? Ну, он преуспел, конечно, безусловно. Но я тоже раньше чувствовала себя так же, как и вы, пока я не стала работать в журнале про современное искусство, и довольно много времени слетело, собственно, изучение квадратов. Давайте я вам поверю, и все. Вот я вам поверю, и точка. Вот вы считаете, что Ленгам, этот пенис огромный, это искусство, и точка. Конечно, Сергей. Все, я вам верю, верю. Я вас обожаю. Кредо, верую, ибо верую. Все, реклама, верую. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Между прочим, у нас серьезная еще одна шутливая, серьезно, совершенно серьезная еще одна шутливая публикация. Города уравняют в цвете и запахе. Минрегион, Минрегион, это организация правительственная уже, не просто принадлежащая государству, как в случае с Ленгамом шивоистическим. А, значит, смотрите, минувшую среду, так, 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 да, Минрегион опубликовал проект по благоустройству территорий муниципальных образований. Вы знаете, что президент сказал, что он был с муниципалами, значит, окормлял их. Да, и он сказал, что, ребятки, вы готовьтесь, готовьтесь, я, нет, нет, да и зайду во двор, чтобы вы, так сказать, готовились. Он говорит, неожиданно будет. Вы понимаете, этот двор, этот двор должен быть без артикля, то есть это не «зэ двор» и не «э двор», а просто «двор». Вот это как, это потому что это возводится как понятие какое-то, да, это «я зайду во двор» и все, и там, чтобы было все в порядке. И, значит, дворы и подъезды. И сейчас есть, оказывается, опубликован проект методических рекомендаций по благоустройству территорий муниципальных образований. И экспертные заключения на него принимаются до 12 апреля, понятно? Можно быстренько до Дня космонавтики, до Дня Гагарина, быстренько что-то написать. Как, что должно быть? Крыльцо, входная группа знаний, оптимальное покрытие, прочный, ремонтопригодный экологичный материал. Уличные бордюры, с бордюрами бесперспективно далее, потому что они должны сохраняться при замене полотна. Сохраняться. До сих пор в Москве бордюры каждый раз лились новые. Каждый раз лились новые бордюры. Старые бордюры уходили кому след, кому след на дачу. А новые уже, значит, воздвигались, попирая старые. Вот. Предотвращать попадание... Смотрите, что должны делать муниципалы. Это очень интересно. Предотвращать попадание грязи, растительного мусора на покрытие. Вот что вы должны делать. Если пойдешь к муниципалам работать, будешь вот этим заниматься. Значит, дальше. Тогда должна быть экологичной, безопасной, легкой в очистке, иметь привлекательный внешний вид. Написано. Серьезно, написано. Я сейчас читаю по документу. И цвет один. И должна быть расставлена на расстоянии не более 60 метров в пешеходных зонах. А, что это про другое что-то. Так. Площадки для игры детей на территории жилого назначения. 0,5 квадратных метра на одного жителя. А про цвет, что же вы не говорите там? Самое смешное, что все должно быть как-то в одном цвете, в одной цветовой гамме. Это даже в заголовке. Ирина Парфенова пишет. Ну, я понимаю, одного цвета. Но я не дочитаю цвет. Цвет. Потому что цвет это особое решение. Значит, у теплотрасс, я чуть не прочитал топлес, не рекомендуется размещать липу, клён, сирень, жимолость. Тополь, Боярышник, Кизильник, Дерен, Дерен, лестница, березу. Сейчас все сбили. Да. То есть тут такое, то есть все по сантиметрам. Вот наконец-то Орднунг пришел. Орднунг. Понимаешь? Орднунг. И все. Все в окоп Орднунг пришел. 40 метров. Не менее 40 метров. Не более 25 метров. 100-300 метров. 900-1600 метров. 50-75 метров. Каждые 60 метров. По 0,5 квадратных метров. Все. Все написано. Скажу, дворы преобразятся. Клево? Да. Это Минрегион работает. Слушай, я хотел про Гагарина спросить. Мне пишут люди, что НАСА организует потрясающие трансляции по американским каналам телевидения в связи с МКС, в связи с Гагарином. А мы нет. Вот, а мы нет. Вот и есть обида какая-то. То есть Гагарин наш, но он, конечно, коммунист, скотина, конечно. Ничего не поделаешь, да. Но все-таки он наш. Американцы его возвеличивают. Американцы. А мы как-то вот скромнее. И об этом несколько у меня смс-ок приходит. Почему так? Что случилось? Мы стесняемся Гагарина. Мы... Мы... Что? Почему? Что? Мы вообще к нему не имеем отношения. Тогда получается, что внуки Гагарина американцы, да? Внуки Гагарина американцы, правда? А скромнее... Я не знаю, ясно. Почему скромнее? Скромнее? Ну, МКС полетела всем по барабану. Американцы сделали фурор из этого. А, в смысле... Вот этот корабль, Юрий Гагарин, с которым мы будем говорить 12-го числа. И МКС, космическая станция. Я вот смотрю, например, что касается исключительно прессы, газеты. Очень много сейчас пишут и публикуют какие-то неопубликованные ранее интервью и истории. Хорошо. И высказывания. Я не смотрю телевидение. И мне хочется узнать об этом у наших слушателей. Мне пишут уже несколько человек, что американцы, люди смотрят американские каналы. Американцы превосходнейшим образом, празднично, очень, как бы подходя к дате, знаете, как они умеют, к дате, к 50-летию полета Гагарина, празднуют, уже начинают, как бы, ликовать по поводу 50-летия полета Гагарина. У русских это все скромнее. Это связано с нашим темпераментом, просто мы такие скромняги. Все такие, знаешь, такие во фланелевых рубашечках клетчатых, в джинсах, в бутсах с овчаркой в кузове грузовика. То есть, о кого я сейчас описал, русских или нет? Это американцы, наоборот. Понимаешь? То есть, мы как, как мы скромнее и что? Может, мы идиоты, может, мы стыдимся, может, мы не умеем. Может, мы не умеем, пока не выпьем. Мы выпьем, споем и всплакнем. Понимаешь? А пока мы с ней выпьем. Ну что, почему мы празднуем хуже? Не понимаю. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Павел. Может, я вообще... Вы не правы, буквально вот сейчас, на этой и на следующей неделе выйдет цикл передач с Владимиром Довиченко. Да. Как раз так все было, как все начиналось и как все происходило. Заглушите чуть-чуть приемника, а то свистит. Скажите, скажите, значит, вот на этой, неделе, то есть, смотрите, сегодня какое число? Восьмое, пятница, девятое, десятое. Значит, у нас одиннадцатое будет понедельник. Во вторник праздник. Мне казалось, что можно было бы месяц камлать по этому поводу, нет? Ну это да, конечно, но есть как есть. Есть как есть, но готовится... Спасибо. Готовится цикл программ по поводу того, как это было, таких исторических. Ну вот я и говорю, притя очень много всего. Поймите еще раз. Еще раз. Это очень важно. И то, что сказал наш слушатель, особенно важно. Маша, если вы обратили внимание. Он сказал, что готовится цикл программ исторических о том, как все было. Это все равно мы Гагарина рассматриваем как археологи. Понимаете? Мы Гагарина рассматриваем не как внуки... Поймите. Гагарин не сегодня с нами, а мы его как ученые рассматриваем, каков он был таков. Понятно, да? Ты понимаешь, что это разные вещи? Американцы сегодня Гагарина рассматривают как флагмана сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня. А мы рассматриваем Гагарина как какого-нибудь Кривича, умершего от сифилисом под Истрой. Понимаешь? То есть мы его рассматриваем как предмет изучения археологического. Дескать, был чувак, ну дурак, ну и полетел. Ну и молодец. Понимаешь? То есть мы его рассматриваем как наука, история. А американцы рассматривают его как флагмана человечества. Это разные вещи. Понимаешь или нет? Не хватает эмоций, вы хотите сказать? Нет. Не хватает интеллекта. Интеллекта, конечно. Проблема с интеллектом. Потому что Гагарин есть флагман по направлению, да, Гагарин? Есть флагман, знаковая фигура по направлению движения человечества. А не предмет изучения археологов современности. Американцы ровно и подходят к нему, как к флагману. А мы ровно подходим, как к предмету, найденному где-то в гробнице Тутанхамона. Понимаешь, нет? Мы начинаем его под микроскопом изучать. Вот, смотрите, у него голос из носа торчит и так далее. Кого это парит, ау? Понимаешь? Надо сказать, Гагарин что? Гагарин сегодня. Что и Гагарин сегодня? Гагарин сегодня что? Не что было и как было, а Гагарин сегодня что? Понимаешь? Да. Ну так вот, и вот на этот, вероятно, на этот вопрос просто нет ответа. Или ответ горький. Возможно, ответ горький. И возможно, действительно, внуки Гагарина живут во Флориде. То есть они оттуда, так сказать, там, пускают со своего мыса Канаверу. Понимаешь? Вот, ну так получается. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Слушаю. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, меня слушаете, да? Ну как, конечно, но как? Меня зовут Вера Глебовна. Вера Глебовна. Я учительница старая, я очень часто слушаю ваши передачи. Спасибо вам огромное уже за это, да, спасибо. Люблю ваши передачи. Само все нелегко, я знаю, да. Вот, я что хочу сказать, журнал «Наука и Жизнь» номер 3 посвятил полностью 50-летию полета Гагарина. И еще четвертый номер тоже готовится. Я просто мама главного редактора журнала. Спасибо вам огромное. Спасибо. И спасибо вам вдвойне. И передайте, пожалуйста, большой привет и благодарность главному редактору. Скажите, но вы чувствуете, что мы, как нация, воспринимаем Гагарина как флагмана сегодняшнего дня? Для нас это, для нашей страны это великая победа. Это вообще праздник должен быть. Победа? Для американцев Гагарин современность. Понятно? Для американцев Гагарин предоткрыватель пути, по которому они идут. А для нас, Гагарин, в восприятии есть исторический перец типа Александра Невского. Понятно? Понятно? Понятно. Приемственности с Александром Невским мы тоже, к сожалению, не ощущаем, а должны были бы. Понятно, да? Как сегодня любой китаец, любой китайский мальчик в школе понимает, понимает, почему Любэй хороший, а Цао-Цао плохой. И почему он преемник Любэя. Он преемник, если не Любэя, то Джугеляна. Любой мальчик в любой китайской школе точно понимает, что он преемник напрямую, либо Любэя, либо Джугеляна. Понятно, да? Так. И наоборот, злодей Цао-Цао отвергается. Несмотря на то, и пофиг, что прошло 18 веков, понимаете? Значит, у русских это прервано, мы не понимаем этого. Мы не понимаем, что мы, мы и Гагарин, это одно. Мы просто считаем, что был такой перец, у него волос из носа рос, он был коммунист, зачем-то полетел, наверное, он дурак, потому что он кролик, его послали, он полетел. Потому что до него собаки летали, потом чувака послали. Ну и что, нормально, собаки слетали. Да, мугалек с ветерком сгорели, да и пофиг. Понимаешь? Вот это неправильно. Можно я уклонюсь от морализаторства в дальнейшем и дам вам провести обзор печати? Договорились? Обзор печати, поехали. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Обзор печати. Смотрите, все пишут сегодня, конечно же, про то, что премьера президента защитили рыбаков и коммерсанты, и комсомольская правда, российская газета, очень многие издания. Речь идет о скандальной уже теперь поправке. Росраболовство получил право проводить конкурсы на выдачу лицензий на коммерческое рыболовство. Произошло это достаточно длительное время назад, но широкую огласку получил не так давно. После этого последовала череда митингов. Отреагировали и президент, и премьер. Президент распорядился остановить подписание арендных договоров и подключил генпрокуратуру. Теперь она должна проверить уже ранее проведенные аукционы, а премьер наказал главе Росраболовства Андрею Крайнему подготовить поправки в закон о рыболовстве с учетом мнения общества. Посмотрите подробности, ну, не знаю, в любом практическом издании, еще раз повторюсь, это можно найти. А мне понравилось также, и в электронной сми, наверное, тоже можно обозревать, на взгляде РУ. Вот там еще написано, что теперь вину за премьер поинтересовался, с чего вдруг Росраболовство вообще эти поправки внесло. И Андрей Крайний сказал, что его подбили, так скажем, депутаты, а депутаты, в свою очередь, говорят, что Андрей Крайний ввел их в заблуждение. Подробности на взгляде. Ведомости Дагестан примет Олимпиаду. Олимпийский комитет России предложил МОК провести в Дагестане юношеские игры 2018 года. Заявка должна быть подготовлена к 2012 году, к февралю. А владелец компании «Навтомосква» Сулейман Керимов станет основным спонсором. Он готов вложить 1 миллиард евро. Подробности в ведомостях, если интересно. Коммерсант пишет, что налоговиков не взыщут за НДС. По делу о покушении на мошенничество привлекут одних предпринимателей. Прошли обыски несколько дней назад уже у Ольги Черничук, заместителя руководителя столичного УФНС. Но она проходит по делу в качестве свидетеля. Она снова приступила к работе. Более того, по версии ведомства, именно ее работники, отказав возмещение НДС некой сомнительной компании, предотвратили махинации. Но предполагает, что никто из налоговиков не понесет наказание. Коммерсант пишет о том также, что Михаил Прохоров трудится, не покладая кодекса. У него готовы радикальные предложения по изменению трудового законодательства. Посмотрите в подробности, что именно он предполагает. Если год назад, отмечает издание, Михаил Прохоров, говоря о новом трудовом кодексе, делал акцент на низкой производительности труда в России, то в этом году, скорее всего, к этому тезису прибавится еще один. Он будет говорить о необходимости создания условий для инновационного рынка. Михаил Прохоров считает, что трудовой кодекс не должен защищать ни работодателей, ни работников. Должен способствовать формированию такой среды, которая бы создала наилучшие условия для развития в стране. Подробнее, что он под этим подразумевает, можно прочитать в «Коммерсанте». Еще раз напомню, о полиции хорошо либо ничего, это публикация в МК. Дума отказалась обсуждать реформу МВД. По данным журналистов, лично Рашид Нургалиев просил спикера Госдумы о том, чтобы никакого круглого стола не было. Комитет безопасности хотел узнать, я обратился к другим коллегам, своим депутатам, как проводится аттестация, есть данные о том, что нарушение в этой сфере происходит. Комитет безопасности хотел понять саму процедуру, сделать ее более прозрачной, но, видимо, это не удастся, потому что вчера на Совете Думы голосами «Единой России» вопрос был решен. Круглого стола, и тем более уж парламентских слушаний, не будет. Обращаю внимание еще на российскую газету, об этом еще ни разу не рассказывала, Роскликом пера. Визировать документы теперь можно по интернету. Сегодня вступает в силу закон об электронной подписи. При желании каждый может себе такую электронную подпись завести. То есть, получается, личную визу на документах можно ставить не только от руки, но и с помощью современных технологий. И российская же газета, там подальше, если полистаете, публикует полностью, естественно, этот закон. Это зашифрованная информация в виде файла. И сегодня эта новинка пока существует в основном в коммерческих компаниях. В перспективе она будет ходить в министерствах и ведомствах, куда граждане обращаются за госуслугами по интернету, а также в муниципалитетах. Но на это потребуется какое-то время. Еще обратите внимание на «Комсомольскую правду». Предупреждают журналисты о том, что на Москву надвигается погодная аномалия, которой не было 130 лет. В ближайшие три дня атмосферное давление упадет до рекордного минимума. 10.30 новости. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Мы продолжаем с Марией Андреевой. Вот новость, которая заставляет задуматься. Это то, что... Под движение буквально вот Лилия нам пишет, что Ленинградку только что пустили. Она имеет в виду то место, где... Да, смотрите. Там это мы давали у себя на русновости.ру. Лилия, спасибо большое. Это Лилия физическая, которая пытается пробиться сюда. Смотрите, что водитель из Перми, водитель грузоперевозчика из Перми, трезвый, по неизвестной причине наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть по зебре. Они шли по зебре без светофора. Просто шли по зебре без светофора. Он на грузовике их сбил и убил двух человек. Один с травмами, двое убиты. И это 33-й километр Ленинградского шоссе на полосе в сторону Москвы. Вот. Там, конечно, совсем запредельная пробка. Ленинградка стоит. Два трупа. Он говорит с тормозами какие-то проблемы. Ну, я теперь думаю, он будет говорить про тормоза. Мне кажется, что он просто из Перми, он просто никогда не пропускал людей на зебре. Ему кажется, что это диковато, что надо людей на зебре пропускать. Когда диковато, неожиданно и абсурдно по существу. Потому что зачем же люди должны пропускаться на зебре, которые весят там по 70 килограммов, в то время как у него грузовик весит несколько тонн. С какого стати он должен пропускать какие-то мелкотравчатых млекопитающих? С какой стати? Правильно? И он их убил. И теперь говорит, да там тормоза, то есть все. Короче, там действительно совсем, совсем плохо. Третья транспортная в районе Савиаловской эстакады. В обе стороны стояк, пишет Иоанн. От Марина до Пушкинской 4 часа. Что это такое? Где Савянин? 4 часа от Марина до Пушкинской. Секундочку. На Каширке напротив узбека живого с надписью «Автовинил» какой-то петух на Мазде залез под КамАЗ. Как хорошо вы пишете, десятый. Слушайте, там живой узбек ходит с надписью «Автовинил», живой узбек. И напротив живого узбека какой-то петух на Мазде залез под КамАЗ. Два ряда занят, а петух на Мазде... Так, это повторение уже идет. Хорошо. Значит, и он их разрезал на куски в 7 утра, пишет 1079. Еще в 7 утра вот это сбили людей на сходне. И пробка до сходни, до химок дальше свободно. А-а-а. Пробка до сходни, а до химок потом дальше свободно, пишет 46-й. Хорошо, значит, вот это мы следим, следим за этой пробкой. Но вообще сегодня кошмар кошмарный. Кошмар кошмарный. И Медведев, вот срочное сообщение, просто подтвердил ратификацию российско-норвежского договора о разграничении морских пространств. Да, в котором мы... В котором есть... Выгнали или проиграли. Нет, вот... Знаете, кто разбирается? Кто разбирается? Ребята, позвоните нам 788-107-0. Смотрите, все, ратифицировано, подписано, окончательно, разграничение морских пространств с Норвегией. Вы разбираетесь в этом? Пожалуйста, позвоните, если вы в этом разбираетесь. 788-107-0. 788-107-0. Сейчас только что новость пошла. Молния. Медведев подтвердил ратификацию российско-норвежского договора о разграничении морских пространств. Пресс-служба Кремля. Я не понял, потому что я получил два сообщения различных, ну, я читал об этом, естественно, но там как бы несколько противоречащие данные. С одной стороны написано, что мы отдали Норвегии часть территории, а с другой, что это какая-то совсем запредельная победа русской дипломатии. Ну, и поскольку я здесь не склонен к сарказму, потому что мне, по правде, неприятно отдавать землю или там воду или акваторию, то я в растерянности. То есть победа-то в чем? Может быть, там надо капитулировать перед злокозненными воинственными норвегами, и победа, что мы мало отдали? Или в чем победа? 788-107-0. Если вы разбираетесь в этом, как-то позитивистски опишите ситуацию, 788-107-0, наш телефон в студии. Кто-то, может быть, из русских дипломатов победно объяснит все это, я не очень понимаю. То есть Норвегии хотели нашу акваторию, внимание. Норвегии хотели нашу акваторию по ряду причин, потому что они, ну, потому что они Норвегия и не лыхом шиты. Потом, потому что там рыбы, да черта, потом потому что еще там нефть собираются разрабатывать. Да, 13 неизведанные запасы. Вот, собственно. А мы, значит, отдали. И это дико большая победа русской дипломатии, насколько я понял, из публикации, серьезно я читал такие публикации. В какой-то момент я испытал затруднение, потому что... Алло, здравствуйте, да. Я испытал затруднение логического свойства. 788-107-0. В чем же победа-то? Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Сергей, вы выбираете вооружение? Нет. 788-107-0. 788-107-0. Позвоните, если вы разбираетесь, пожалуйста, именно в этой теме норвежской границы. Ну, не разбирайтесь, не разбирайтесь, господи, что-то такого особенного. Не разбирайтесь, и бог с ней, с норвежской границей, действительно. Победили мы, так победили. Отдали норвегам что-то такое. Алло, здравствуйте, да. Алло. А, здравствуйте. Да, мы победили. Вы понимаете, в чем победили? Ну, вы знаете, что? Во-первых, в нашу сторону граница была отодвинута на 60-70 километров. Кого мы победили? Мы победили советскую власть, которая защищала свою границу и выходила к Шпицбергену. Сейчас мы к Шпицбергену вообще, наверное, уже не сможем выйти на Шпицберген. Вы заметили, извините, подтвердите или опровергните, пожалуйста. Я начитался всяких публикаций вредных. Например, что на Шпицбергене статус был неопределен, но они потихонечку, Норвеги, потихонечку, за последние около века уже, потихонечку вытесняют всех и постепенно объявляют эту территорию своей. Да, это верно. Вы знаете, в 1926 году было заключено соглашение, там в нем участвовал 20 с лишним государств, которые определяли статус Шпицбергена. И вот эту границу, в принципе, поддерживали наши советские требования, что прямая была граница между Норвегией и Советским Союзом. Сейчас она отодвинута, и там... На участке на некотором... На шестом на 60-70 километров это в глубину, ну а вот по вертикали там, это уже на несколько тысяч километров мы отодвинули. Да, самым серьезным образом, самым серьезным образом, я читал публикацию, где было сказано, большая победа русской дипломатии. В чем? Что мы не отодвинули... Я думаю, что это вот над позицией советской власти. Все-таки, все-таки. Они отодвинули свои границы, свою территорию. Спасибо, слушайте, а может статься, они требовали, скажем, 150, а мы отдали всего лишь 60 и в этом победу. Ну, 60-70 в некоторых местах, а это вот так вот в глубину. Вот так вот, если идти от берега к Северному полюсу, там же несколько тысяч... Эта граница отодвинута на несколько тысяч километров, вы понимаете? Это не просто какие-то там 60-70 километров, а это уже несколько тысяч квадратных километров. И причем вот это в последнем соглашении, в Медведевском, не упоминается вот то соглашение 26-го года, в котором участвовали двадцать с лишним государств, которые признавали все это деление. Там даже не упоминается это соглашение. Вы так компетентно оперируете цифрами и данными. Вы занимались этой темой как ученая или вы дипломат? Нет, я ни то, ни другое. Я просто экономист, и меня эта тема очень взволновала. Спасибо вам огромное, спасибо, до свидания, спасибо. Они уверяют, что природные ресурсы будут использоваться обеими сторонами, и доступ рыбаки получат... Нет, потому что Шпицберген по 26-му году должен использоваться 20-ю странами. Мы взяли да и стали использовать, там уголь добывать, значит, нужно только чтобы быть. Вот они на это, они потихонечку нас выдавливают, Норвегия, и уже почти выдавили. Вот теперь, значит, мы им опять отдали территорию, акваторию. И с условием, что мы совместно, но мы отлично понимаем, что они нас потихонечку выдавят и оттуда. Ну, потому что есть прецедент. Шпицберген прецедент. Ну, да. Ну, прецедент. Значит, если раньше наши торговые, и именно в условиях конфронтации, такой тихой конфронтации с Норвегией, если раньше наши рыболовецкие суда сопровождали наши ракетные катера какие-то, и наши, ну, наши боевые катера, то теперь этого не делается, потому что де-факто как будто это уже норвежская акватория, понятно? Де-факто как будто это уже норвежские воды. Понимаете, они тихонечко, спокойненько с 26-го года, значит, смотри, с 26-го года прошло 74 года, там и 11 здесь. И единственное, 85 лет, всего-напсего, 85 лет прошло, и Норвегии нас высадили потихонечку из седла. Раз, а потом и два. Два раза Норвегии нас высадили из седла. Что тут можно сказать? Ну, вот видите, опять на лентах заключения договора отвечает интересам Российской Федерации. Да. И я думаю, что это действительно большая победа русской дипломатии. Вернемся через минуту. Русская служба новостей. Радио РСН. Так, давайте возвращаемся. Возвращаемся в Подмосковье, где уволили за подчиненных оборотней. Значит, смотрите, уволили... Подождите, начальника ОВД по Волоколамскому району. Отстранили от занимаемой должности после того, как была разоблачена преступная группировка, в которую входили два сотрудника милиции. Его два милиционера, двое его подчиненных, занимались преступной деятельностью. Вот. И одновременно были милиционерами, то есть людьми из МВД. Вот. И смотрите-ка, это начальник управления общественных связей МВД, генерал-майор милиции Валерий Грибакин. Секретная операция проводилась в течение нескольких месяцев. В несколько месяцев масштабные были проведены мероприятия по установлению задержания у членов группировки, в которых садили два сотрудника ОВД по Волоколамскому району Московской области, заявил Грибакин. Вот это... Мне, знаешь ли, интересно, зачем это масштабные действия проводить? Вот это не ежедневно, а героически каким-то образом ловить этих двух милиционеров. И почему МВД сообщает о двух милиционерах, а не Подмосковье? Кто в Подмосковье возглавляет ГУВД? Пожалуйста. Кто это? Вот, пожалуйста. Начальник генерал-полковник милиции. ГУВД по Московской области Николай. Головкин Николай Владимирович. Да, вот можно ему позвонить. С прищурцем, с прищурцем мужчина. Вот, Головкин Николай Владимирович. На кого-то он похож, не могу понять на кого. Кого-то напоминает такого. Я имею две известные, естественно, человека. Человека, которого вы видели... Видела его, да, точно, совершенно. Или похожего на него, очень знакомого. Ну, скажи, ну, скажи на кого. Не могу понять. Вот я сейчас как-то смотрю, ассоциации есть, но... Нет, у вас нет. Нет, он так спричурен, он так выставляет чуть-чуть вперед губы. Интересный. Слушай, почему они не говорят об этом? Такое ощущение, что такое ощущение, ну, в отличие от Колокольцева, московского нашего, московского Колокольцева, который, который во всяком случае не скрывается, да, и он принимает решение, которое сам же обосновывает Колокольцев. Он говорит, так, убрать это, убрать того. Ой, я не говорю, что в результате все хорошо, но я говорю, что в результате создается ощущение субъектности, что Колокольцев субъектен. То в отношении подмосковных ментов создается впечатление, что они там все заодно, на самом деле, в том числе и с бандитами. Понимаешь? И что при этом МВД приходится у них двух ментов ловить. Двух. Ты понимаешь, что нет разницы? Колокольцев сам своих чистит, и потом их начальникам дает по заднице. Нет, начальникам сразу убирать, сказал бы. Да, Колокольцев и начальника сразу убирают, внимание. Значит, а в Подмосковье ровно не так. В Подмосковье ровно не так. Начальник не субъектен, его нет как бы. И он прячется даже в таких случаях, как у него там бандиты работают, в милиции. Значит, и он прячется, начальник. Почему начальника мы не видим? Ситуация иная, не такая, как в Москве. И приходится самому Министерству внутренних дел рассказывать нам, что они под Волоколамском. Слушай, Министерство внутренних дел Российской Федерации масштабнейшим образом ловило под Волоколамском двух ментов. Это что за ерунда? Что за ерунда? Понимаешь? Да. Создаёт ощущение солидарности, так же, как в налоговых органах, солидарности вне зависимости от закона и морали всех подмосковных ментов. Создаёт ощущение. Понятно, да? Может, поэтому... И министерству приходится вмешиваться. Министерству. Ну так что, о чём это говорит? Кто знаком с подмосковной милицией? 788-107-0. И в чём их отличие с московской? Можете мне сказать, пожалуйста, кто знает подмосковную милицию? И в чём отличие с московской? Я, внимание, не говорю, что хорошо где-то и плохо где-то. Но с точки зрения позиции, позиция подмосковной милиции выглядит странно. Она выглядит, я бы сказал, чудовищно странно. 788-107-0, если вы знаете подмосковную милицию как-нибудь на ощупь. Алло, здравствуйте, да? Алло. Здравствуйте, вы знаете, да? Ну, сталкивался не один раз. Скажите, отличие от московской всё-таки? Ну, я так скажу, как частное лицо, что, скорее всего, в Москве реагируют на любые происшествия получше. Получше. Подмосковные почему? Потому что они пентюхи провинциальные или потому что они солидарны с бандитами? Второй вариант, скорее. Скорее солидарны с бандитами. Да. Спасибо. Понимаете, да, то есть подмосковная и московская милиция дико разнится. Дико разнится. Судя по этому частному случаю, я пытаюсь найти подтверждение, так ли это в иных случаях тоже. Ну, помните, когда Чирикова говорила о том, что они хотят присоединиться, говорят, конечно, идеи жесточания, но, говорит, ну, ваши, говорит, по сравнению с нашими, классные просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Вы знаете подмосковную милицию, готовы сравнить её с московской. Как вас зовут? Да, вот, меня зовут Ливон. Да, Ливон. Значит, если брать малое предпринимательство в Подмосковье, я вам точно говорю, невозможно открыть ни одно малое предприятие, не являясь под крышей милиции. Это сто процентов. В Москве что иначе? Я просто не знаю. В Москве, да, иначе. В Москве милиция контролирует торговые площади, да, и просто человек арендуя, скажем, какой-то участок, он уже и платит и милиции, и ФСБ, и бандитам все вместе взяться. То есть здесь более централизовано. Если брать ГАИ, в милиции, скажем, в Москве ГАИ более лояльно. Если человек не нарушил, они специально ничего не ищут, специально не придираются. Если нарушил, то нарушил. В Подмосковье, я часто езжу по Подмосковью, устанавливают и на пустом месте могут снять номера, вымогать. Более того, когда снимают, предлагают договориться. Если был у меня личный случай, когда я говорил, что ночью задержали, вот есть, вот такая сумма, говорят, нет, как бы это мало, давай добавишь, поедешь дальше. Хорошо, что так сделали, но я хочу сказать, там они не то, что как бы боятся брать взятки, они говорят цену, говорят, что товарищ, ты мало даешь, это не солидно. И такого нет, это точно. В Москве нет такого, спасибо. Да, значит, московская подмосковная милиция обратила на себя внимание, мое внимание, потому что здесь Колокольцев, по крайней мере, занимает позицию. Колокольцев показывает, что он есть и что он мужик. Другое дело, как у него получается. Я сейчас не говорю, как получается. И дальше, и почему получается или не получается, не анализирую. Я просто говорю, Колокольцев показывает, я есть, я есть, точка. Окей? Подмосковный показывает, меня нет. Потому что у него поймали двух ментов там в Волоколамском районе. И заявляет об этом МВД Российской Федерации. То есть подмосковного не существует. Либо он солидарен с теми ментами, которых поймали. Либо он солидарен с МВД и ноль. Либо они провинциальные пентюхи. Либо они бандиты. Понимаете, о чем я говорю, да? Почему они молчат, когда у них такой случай произошел? Вот, собственно, подтвердить или опровернуть эту информацию я и прошу наших слушателей. Потому что, ну, несколько странно, согласитесь, занимать публичную позицию молчания, а следовательно солидарности с негодяями. Может быть, он понимает, что если он закопается. Добрый день. Я хотел бы вот по поводу передачи. Что это? Какая передача? Выключите радио. А что там случилось? Да, да, я вот слушаю в машине ваше радио, как раз хотел сказать. Я проживаю в подмосковном городе Старая Купавна. Да, есть такой, да. У нас проститутки стоят прямо на Горьковском шоссе. Бьемся уже несколько лет с ними. Ну, вот, в милицию обращаемся везде. Ну, как бы, говорят, что мы ничего сделать не можем. Я так думаю, что там все они вместе. Скажите, пожалуйста, они в рамках вашего населенного пункта стоят? Конечно. У нас Старая Купавна расположена с двух сторон Горьковского шоссе. Ну, да, ну, да. Понятно. И проститутки стоят прямо в открытую. У нас дети там утром забирают их в школу, вечером привозят в 6 часов. Стоят девушки, ну, как бы... А, и вам трудно объяснить детям, в чем специфика их труда, да? В смысле... Ну, а детям вообще это невозможно объяснить. Дети, ну, как сказать, это все видят и так уже. Другое дело, что мы не можем ничего сделать. Уже что-то они предпринимали, они появляются, как будто грибы растут, знаете, после дождя. Ага, спасибо, спасибо, но они... Подождите, но я еще, чтобы понять степень порочности, но они не вовлекают ваших, все равно это привозные какие-то девки. Ну, это да, это привозные, но просто местные там, как говорится, замешаны на 100%. Я понял, спасибо. Потому что мы уже и в органы писали, и куда только не обращались, и в администрацию. Все поджимают плечами, разводят руками, ну, как бы... Ясно, спасибо, спасибо, спасибо. Старая Купавна, они внутри. Хорошо, пока это только наблюдение. Может быть, нам еще представится случай сравнить московскую и подмосковную милицию. Пока все сравнения в пользу московской. Пока все сравнения в пользу московской. 10.54. В движении. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Подмосковье такая кущевка, пишет нам Тая. Спасибо, Тая, за... Смотрите, просто странно было бы, вот, Голокольцев, он новый. Он может критиковать всех, а все, а тот, наверное, уже какое-то время, я не знаю, на что смотрит. Нет, тот тоже, он же пришлый тоже. 7, 8, 8, тоже пришлый. 7, 8, 8, 10, 7, 0. Не недавно, а пришлый. Я, может, он давно уже, значит, с ним. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. В движении. Где видите, что видите? Пробки засады аварии. Я, Павел, я про ментов хотел. Ах, нет, спасибо, спасибо, спасибо огромное. Уже пробки засады аварии, мы уже закругляемся. 7, 8, 8, 10, 7, 0. 7, 8, 8, 10, 7, 0. Пробки засады аварии, где видите, что видите? Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здрасте. Ленинградка, поворачивая на третье транспортное кольцо, стоит глухо, а я ехал от Очакова, от Очакова добрался до Динамо, минут за 30. Неплохо едет. Ясно, спасибо. Сегодня есть очаги вообще без движения. Вот очень много о них сообщают наши слушатели. Алло, здравствуйте. Ленинградка отличилась в двух-трех местах. В одном месте сбили перед сходней людей на зебре и так далее. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здрасте. Поехал по Симферопольскому шоссе, вот доехал до Нагатинской. Нормальное, обычное движение, как в твой день. Прекрасно, хорошего дня вам. Итак, слушайте, 10 часов 56, почти 57 минут. Мария Андреева провела этот выпуск, а Светлана Матвеева остается, чтобы рассказать вам о спорте. А я пойду и проживу ее эту пятницу в 8 апреля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...